Роллер-кросс, слэк-лайн, боча и многие другие непонятные на первый взгляд слова. Что объединяет их, расскажет Роман Юлдашев, директор фестиваля искусства и спорта. Привет, Рома! Здравствуйте! Знаю, что у вас планируется большой фестиваль в ближайшие выходные. Расскажи о нем поподробнее, что он из себя представляет. Да, на самом деле фестиваль искусства и спорта – это нечто нереально большое. Это огромная площадь, на которой как раз совмещается несовместимое – это искусство и спорт. Те слова, которые вы до сих пор не понимаете, они будут представляться у нас на фестивале. Будут идти соревнования, людям будут объяснять, что это, и каждый может абсолютно бесплатно принять в них участие. Ну, давай переведем какое-либо название и расскажем, что оно из себя представляет. Это вид спорта, насколько я понимаю, правильно? Да, естественно. В слэклайн – это интересный вид спорта. Участвует один человек, два человека, три человека. Суть такая, что между деревьями натягивается лента, специальная лента, которого держат очень большую массу. Задача человека в том, что он, заходя на ленту, не должен на ней стоять. Он должен делать трюки – сальто, кувырки, приземление накито, элементы и части тела. То есть суть состоит именно в этом. Расскажи подробнее о программе мероприятия, потому что я знаю, что это будет целый фестивальный день. С чего он начнется и чем завершится? На самом деле фестиваль начнется прямо с 11 утра. И начнется он с массовой велогонки в честь этого фестиваля и самого праздника Дня города Новочеркасска. Будет участвовать около 40 профессионалов, которые ездят очень давно и на большие дистанции. А после велокросса, я так понимаю, будут работать сразу несколько площадок? У вас заявлено их больше 20. Какие это площадки? Расскажи, чем они интересны? У нас будут работать три территории. Первая территория – это искусство, вторая территория – это спорта и третья территория – это отдыха. Расскажу немного о искусстве. Все-таки это первая территория. Искусство – это территория, на которой люди смогут пройти через творческую выставку. Это порисовать мехенди, принять учения в мастер-классах по сбору своих вещей, арт-объекты какие-то создать своими руками, фото-выставки, арт-галереи и, допустим, тот же самый элемент граффити. Каждый человек сможет принять участие в мастер-классе по граффити, по созданию креативного пространства, соединяющего 70 лет победы, фестиваль искусства и спорта, юбилей Дня города. Отлично. А спортивная часть тогда в чем заключается? Спортивная часть будет работать параллельно. На спортивной части у нас есть несколько турниров на Кубок Мэра города. И начнем мы с таких площадок, как парокур и воркаут. У нас будет огромная площадка, куда приедут участники. Уже есть порядка ста зарегистрировавшись участвовать в этих соревнованиях. То есть в течение всего дня участники участвуют в паркуре, в воркауте, в футбольном фристайле, в панне. Также они смогут принять участие в силовом экстриме, в чемпионате по русскому жиму. Вашему фестивалю около четырех лет. И каждый раз вы совершенствуетесь и придумаете что-то новое. Что в этом году запланировали? Ну, секрет на самом деле. В этом году у нас невероятное количество арт-объектов, которые, во-первых, будут создаваться с помощью наших участников фестиваля, а во-вторых, они будут большими медиазонами. Каждый желающий участник сможет принять участие в выборе талисмана на чемпионат мира по футболу 2018. Вот такая возможность. Будут стоять две интерактивные плазмы, на которых он сможет нарисовать то, что видит. И, возможно, именно его вариант будет лучшим. Ничего себе. Но я также знаю, что у вас планируется и посещение VIP-гостей, да, приглашенных интересных личностей. Кто это? Ежегодно нас посещают различные люди с мировым именем. Например, в прошлом году нас посещал самый гибкий человек в мире. В этом же году мы ждем олимпийских чемпионов. Например, про Торреса Мургашев, чемпион мира Европы по греко-римской борьбе. Любой желающий может с ним пообщаться, познакомиться, сделать памятное селфи и просто спросить все, что его интересует. Параллельно мы ждем еще несколько VIP-гостей. Допустим, у нас Осипиан Аркадий, это президент федерации по силовому экстриму Ростовской области. А также Михаил Вебер, вице-президент федерации по бодибилдингу. Будет смотреть, судить и участвовать в соревнованиях по русскому жиму, друзья. Но так как мы готовимся к чемпионату мира по футболу 2018, наш фестиваль не исключение. На наш фестиваль приедет представитель футбольной команды Ростов, ФК Ростов. Но кто из них это секрет? Ну и, конечно же, будет чемпионат по футбольному фристайлу. Чемпион Юга России по футбольному фристайлу будет давать бесплатный мастер-класс. И каждый желающий, который не умеет еще обращаться с мячами, сможет научиться фристайлить прямо на фестивале искусства и спорта. Гоу, играть в футбол. А вот для меня, как человека незнающего, что такое футбольный фристайл? Можешь пояснить, что есть? Чем он отличается от обычного футбола, например? Обычный футбол – это игра на ворота. Футбольный фристайл – это люди, которые делают необычные элементы с мячом, кидают их на плечи, делают сальто, перекидывают другим людям. То есть мяч не должен падать земли. Нужно делать эффективные трюки. Вот каскадеры, знаешь, что такое? Конечно. Но это футбольные каскадеры. Они будут делать невероятные трюки, но только с футбольным мячом, не бегая по полю. Хорошо. Вот эти 20 площадок. Как вы выбираете название? По названию непонятному или каким-то другим критерием? Мы сами любители спортивной сферы. Мы сами спортсмены. И частенько ездим на различные форумы, на различные сборы спортсменов и искусствоведов. Смотря что только появилось по тенденции, чего не хватает, допустим, в том же самом городе Новочеркасска. И мы стараемся развить это именно в городе. То есть мы сами сначала участвуем, пробуем, каково это. Но мне было тяжело набивать мячик 350 раз, но меня заставили. Мне понравилось. Я думал, что таким же молодым, интересным людям понравится то же самое, что и мне. Ну и расскажи, как воспринимает аудитория вот эти непонятные виды спорта, которые вы пытаетесь развить? Как они реагируют на это? Хотят ли принять участие? Каково реагирует? Ну, изначально вот так вот все ходят, смотрят, так много площадок, куда пойти. У нас люди всегда заходили на фестиваль и не знали, куда им идти. В этом году мы сделали очень удобно. Мы разделили три территории, на которые человек будет приходить и будет просто радоваться. Радоваться тому, что он занимается тяжелоатлетикой, там конкретно есть территория тяжелоатлетики. Радоваться тому, что есть территория отдыха, если он уморился, он сможет сесть отдохнуть. И то есть фестиваль в этот раз разграничен так, чтобы люди могли разбиться на несколько категорий и посещать то, что им именно интересно. А насколько развиты вообще эти и представлены эти виды спорта, которые у вас на фестивале у нас в Ростовской области? Есть ли секции вообще в принципе? По большому счету да. Или только зарождается. Некоторые виды спорта, они не имеют секции, поэтому мы их внедряем. Вот говоря о панне в Ростове, я на самом деле не слышал о том, что есть секция. А если есть, то она очень маленькая и большинство аудитории о ней даже не знает. Говорит о футбольном фристайле, да, секция есть. То есть любителей футбола в Ростове слишком много, потому что мы ходили недавно на матчи игровые, и там болельщики просто зашкаливали эмоциями. Есть такие виды спорта, как слэклайн. Я такого тоже не слышал. Это опять же, это любители, это те же самые серферы, скейтеры, экстремалы, которые натягивают ленты и просто прыгают между деревьями. Таких секций нет, и поэтому мы стараемся их развить, хотя бы в нашем городе для начала. Но я так понимаю, тогда секции типа плавания или там бокса, обычных, стандартных, не встретишь на вашем фестивале, так? Ну почему? Многие изъявляют желание на открытии выступить, показать свое авторское мастерство, показать, какой хороший у них тренер. У нас будет на фестивале рукопашный бой, показывать мастер-классы, показывать показательные выступления. Плавание на фестивале, да, вряд ли увидеть. Есть только сухопутное, где люди смогут бегать на скорости и делать вид, что плавают, но иначе никак, да. Ну и планы на дальнейшее будущее, что будет с теми победителями, которые будут определены на конкурсных площадках и на следующий год, что уже планируете? Победители будут, естественно, награждать массой крутых подарков от наших партнеров. У нас нереальное количество, мы пока их складируем в огромном ангаре, но дальше думаем, пораздарим детям и так далее и тому подобное. А на будущее мы планируем фестиваль внедрить в каждый город Ростовской области, чтобы это был ежегодным праздником каждого города. В плане Новочеркасска он ежегодный праздник, который должен проходить, и мы стараемся не подводить город и делать его очень креативным и крутым. И, соответственно, следующий шаг – это город Ростов. Великий Ростов-на-Дону, в котором мы планируем привести фестиваль искусства и спорта, но уже иной интерпретацией, где люди смогут увидеть его заново, но абсолютно другим. Хорошо, тогда напомни еще раз, где, когда, во сколько нужно быть, чтобы посмотреть и увидеть, и поучаствовать самому? 16 мая, с 11.00, город Новочеркасск, фестиваль искусства и спорта. Найти нас можно в социальных сетях по хэштегу FIIS2015 на русском языке. Спасибо большое, Роман, за беседу. Ну что ж, а мы всех также приглашаем принять участие, мы там тоже будем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова